Валматы Владельцы транспорта восприняли новость недоуменно обреченно. Петропавловские студентов учат, как правильно действовать во время чрезвычайных происшествий, например, как извлечь пострадавшего из-под завала. После того, как в Алматы произошли два смертельных случая в ЦОНах среди граждан, обратившихся за услугой регистрации граждан по месту жительства, в Ак-Тубе были приняты меры для того, чтобы избежать подобной ситуации. С четверга прошлой недели в ЦОНах Ак-Тубе стали дежурить медики. Сегодня это врачи городской поликлиники номер 4, которые, кроме прочего, имеют при себе аптечку неотложной помощи для экстренных случаев. Такие меры приняты Центром обслуживания населения по Ак-Тубинской области совместно с Управлением здравоохранения. После того, как 11 января в ЦОНе Алматы скончался мужчина, стоявший в очереди за временной регистрацией. Сегодня стало известно о еще одном подобном случае. По словам Ак-Тубинских врачей, они готовы в любой момент оказать помощь нуждающимся. Ну, люди, поток людей идут, кто обращается, кто-то с давлением обращается, кто-то с головной боли обращается, кто-то с температурой обращается. Оказываем экстренную помощь необходимую и даем советы, куда надо обратиться, какую службу, кто в какой поликлинике прикуплен, ну, к тем местам надо обращаться, всем объясняем, куда надо идти. А если какая-то экстренная помощь, мы сразу у нас экстренно-неотложная помощь с собой, мы здесь сразу оказываем помощь. За сегодняшний день к медикам обратились лишь пара человек. Одни жалуются на головную боль, другие на проблемы с сердцем. Между тем, Госкорпорация правительства для граждан советует лицам с хроническими заболеваниями воздержаться от посещения цонов в часы пик. Кроме того, как отмечает руководство Ак-Тубинского цона, особенного ажиотажа в связи с введением нормы временной регистрации не наблюдается. Для того, чтобы при временной регистрации не было очередей и долгого ожидания, мы привлекли также с помощью местных исполнительных органов 40 волонтеров, в первом и во втором отделе, увеличили рабочие места при регистрации временной, также увеличили график регламент работы с 8 до 8 вечера на один час. Как сообщили в департаменте миграционной полиции, 7 января по сегодняшний день в Ак-Тубе зарегистрировались по месту жительства 7 322 человека. Из них 4636 на постоянной основе и 2686 на временной. В Южном Казахстане подорожал бензин. Цена на самую ходовую марку АИ-92 в Шымкенте за последние два дня выросла в среднем на 5-6 тенге. Владельцы транспорта восприняли новость недоуменно обреченно. Еще на прошлой неделе приобрести бензин марки АИ-92 можно было за 134 тенге. Уже сегодня литр самой ходовой марки топлива обходится автолюбителям от 137 до 139 тенге. Разница цен на топливо на заправках города от 3 до 6 тенге за литр. Автовладельцы недоумевают. Растущие цены никак не влияют на качество бензина. 92 тенге за 139 тенге. В день расход какой у вас идет? Расход? 3 тысячи. Раньше 2 тысячи было. Это сейчас лучше через чушь. В день на 3 тысячи. А раньше? А раньше на 2 примерно. На тысячи не больше уже. Ну чем меньше, тем лучше, наверное, для всех. После отказа правительства от регулирования цен на ГСМ отслеживать ситуацию на автозаправочных станциях стало сложнее, говорят в Ассоциации автозаправщиков. В условиях рыночной экономики продавцы сами устанавливают стоимость и распределяют запасы по собственному усмотрению. И на сегодняшний день нет такого учета, прозрачности. И это приводит к тому, что сговору нет учета. Естественно, повышение цену. Самое главное, это, значит, влияет на конкурентоспособность. Нет добросовестной конкуренции. И, значит, где наша глава государства говорит, что, значит, малосредний бизнес – это основа экономики. На сегодняшний день нет развития, нет конкуренции в малом среднем именно в этом секторе нефти, нефтепродуктов. Разница в цене на ГСМ наблюдается по всей территории Казахстана. Так, минимальная стоимость топлива самой ходовой марки на севере – 133 тенге. На востоке потолок – 139, минимальная стоимость – 137. В западной части страны цена практически везде одинаковая. За литр бензина водители по новым тарифам платят от 130 до 136 тенге. Причиной роста специалисты называют быстро растущий курс рубля. Рынок Казахстана на 30% зависим от российского импорта ГСМ. Сегодня из-за того, что российский рубль курс меняется, если у нас до Нового года составлял где-то 5,5,1, то сейчас российский рубль стоит 5,6 тенге за 1 рубль. Соответственно, это сказывается на возимый импорт. Сейчас специалисты связывают большие надежды с завершением модернизации трех отечественных нефтеперерабатывающих заводов. Ожидается, что обеспечивать внутренний рынок собственным бензином Казахстан сможет уже до конца этого года. Петропавловские студентов учат, как правильно действовать во время чрезвычайных происшествий. Например, как извлечь пострадавшего из-под завала. В Североказахстанском профессионально-педагогическом колледже сотрудники областного ДЧС организовали открытый урок для студентов. Будущим спасателям на практике показали, как действовать в чрезвычайных ситуациях при спасении жизни человека. Здесь оперативно-спасательный отряд показал студентам, как извлечь пострадавшего из-под завала. Это ручной аппарат, который позволяет поднять тяжелые предметы. Еще раз показать студентам, чем и как работают спасатели, какие работы проводят провозьми при чрезвычайных ситуациях. Показаны были некоторые эпизоды из этих работ. Инструменты мы пользуемся в настоящее время. Вейбер – это австрийская фирма. Инструменты очень надежные и хорошие, которые неоднократно применялись как в теоретических, так и практических занятиях. Для студентов профессионально-педагогического колледжа данный урок был очень важным. Именно здесь ребятам показали, как помочь людям и сохранить их жизнь в трудных ситуациях. Галина Калашникова учится на втором курсе специальности пожарная безопасность. Как рассказала девушка, она не жалеет, что выбрала эту мужскую профессию. Моя профессия – пожарная безопасность. Через четыре года я выйду уже пожарным инспектором. Я очень рада, что поступил в этот колледж, и мне нравится эта профессия. Сегодня в нашем колледже СКППК нам спасатели показывают, как правильно нужно проводить все правила спасения. И мы смотрим это, и для нас в будущем это, конечно же, надо будет. Оперативно-спасательный отряд был создан в 2015 году. За это время было совершено 354 выезда. На водоемах области было спасено 27 человек, пять из них – дети. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова